Я представлю своего партнера, соучредителя высшей экономической школы, директора по обучению консалтингу, научного руководителя огромного количества программ в нашей школе, Юлию Вячеславовну Рублевскую, которая является экспертом в области стратегического управления и, если говорить более точно, то стратегического развития и стратегического маркетинга. Юлия Вячеславовна имеет колоссальный опыт преподавания и, кроме этого, что важно для сегодняшней нашей работы, это практический опыт, которым обладает Юлия Вячеславовна, будучи руководителем в том числе исследовательского центра, исследовательского агентства Orange Marketing Group. Это исследования количественные, качественные, очень сложные, очень серьезные глубины, исследования, в которых разрабатываются методики и методологии, исследования и инструменты, в связи с которыми получены Orange Marketing Group несколько патентов на методики проведения различного рода измерений рынка. И очень разные задачи, качественные задачи, очень разные, которые решаются этой группой. Итак, Юлия Вячеславовна. Тема, которую мы коснемся, называется Jobs to be done, то есть интервью по схеме или по типу Jobs to be done. То есть это такой подход, про который я буду разговаривать. Сами по себе интервью глубинные, то есть это действительно не анкетирование, а интервью с открытыми вопросами. И мы сосредоточимся на двух темах, как Jobs to be done интервью помогают улучшать клиентский опыт. Ну, клиентский опыт, это значит, почему клиенту станет с нами лучше, почему он получит больше удовлетворенности или там счастья. То есть как сделать так, чтобы клиенту с нами стало лучше, чтобы опыт его улучшился. Ну, мы это делаем через разные инструменты. Улучшение опыта связано и с улучшением товара, и с улучшением сервиса, и с улучшением позиционирования, и прочие разные точки контакта. Вот поэтому сейчас мы поговорим про то, как же Jobs to be done интервью помогают улучшить прежде всего товар и сервис. Вот я на этом делаю акцент. И изменить, сделать более точным, например, такой элемент привлечения, как позиционирование или ценностное предложение. Что такое подход Jobs to be done? Ну, если перевести, это работы, которые должен выполнить товар. То есть подход Jobs to be done – это выявление и анализ того, зачем люди нанимают то или иное решение, тот или иной товар. Давайте поговорим об этом подходе. И я начну с самого главного и, на мой взгляд, самого основного. Что Jobs to be done зародился достаточно давно. Просто он назывался по-другому. Может быть, менялась терминология, но изучение потребителей через проективные и открытые глубинные вопросы, они всегда были в нашем инструментарии исследователей. Но в последнее время Jobs to be done очень сильно стал нагружаться новыми подходами, новыми методами. И он стал, правда, очень красивый, очень изящный и очень полезный для бизнеса. Но, во-первых, на чем он строит свою концепцию? У каждого из нас время от времени появляются какие-то проблемы, а, соответственно, какие-то потребности, и мы для себя формулируем какие-то задачи. И, естественно, мы думаем, как решить эти задачи и как удовлетворить те потребности, которые возникли у нас. Но когда мы думаем о товаре, мы, собственно, думаем даже не о самом товаре, а часто о том, как этот товар, собственно, и может решить ту потребность в ситуации, в которой она зародилась. То есть мы, скорее всего, думаем не столько о товаре, а о том, как он решит нашу проблему. Или, другими словами, как он поможет изменить нашу жизнь, сделать ее лучше, сделать лучше наши процессы прагматичные, рациональные, или как-то усилить нашу собственную роль. Потому что мы всегда стремимся, ну, плюс-минус к какому-то идеальному результату. Многие наши потребности, как ни странно, скрыты от нас самих. И вот такие, в том числе, проективные вопросы, которые есть в «Джабстубидан» или глубинные вопросы, они пытаются выявить вот эти скрытые потребности и формализовать их в виде каких-то семантических конструктов. Таким образом, подход «Джабстубидан» на самом деле изучает, под какие задачи потребители нанимают тот или иной продукт и как они это делают. То есть исследует, почему вы купили конкретную марку. Например, почему вы купили конкретную марку конфет или конкретную марку пылесоса. Он исследует, почему вы вообще решили купить пылесос или вообще решили купить конфеты. То есть он не определяет причину покупки конкретной марки. Вот это очень важный момент, потому что мы говорим вообще о потребности, а не о том, как человек выбирает конкретную марку. Хотя, конечно, выбор конкретной марки может являться одним из вопросов, но не основным. Итак, три кита, три базовых установки, на которые строится Job to be Done. Первое. Люди покупают не товары, а лучшую версию себя или своей жизни. Ситуация, в которой формируется потребность, определяет критерии выбора товара. И если мы производители, или мы продавцы, или мы бренд-директора, или мы продакт-менеджеры, или мы просто рекламщики, мы в любом случае смотрим, про что нужно говорить с покупателем, и что нужно изменять в товаре. И это определяется ситуацией, потому что именно ситуация определяет потребность, потребность определяет задачу, а задача определяет, как люди будут выбирать товар, на что они прежде всего обратят внимание. Если вы приходите в кафе с девушкой, вы, конечно, посмотрите одними глазами на кафе. Если вы пришли в кафе с маленьким дочкой или сыном, вы посмотрите на кафе другими глазами. А если вы пришли в компанию друзей, то вы посмотрите на кафе третьим взглядом, потому что вам нужны будут совсем другие параметры, нежели в первых двух ситуациях. Или третий аспект, на котором строится Job to be Done, товары нанимают и увольняют. То есть если товар уже не соответствует каким-то потребностям и проблемам человека, он его запросто увольняет и нанимает другой товар. И вот эти переключения нам очень важно понимать, почему люди отказываются от одного решения и нанимают другое решение, даже если это будет не ваш продукт. То есть мы вообще пытаемся понять, что людям не нравится и что людям вызывает привлекательность, почему они вдруг решили нанять другое решение. Вот на этих трех постулатах, аспектах, убеждениях и строится само интервьюирование Job to be Done. Но прежде всего это глубинное интервью, потому что мы задаем много открытых вопросов. Это не анкетирование по закрытым вопросам, а именно много открытых вопросов плюс вопросов проективных. Представьте себе, подумайте о будущем, если бы. И вопросов с погружением. А почему для вас это важно? А почему вы про это на этом акцентируетесь? Расскажите поподробнее о... То есть вот эти вопросы и являются самой важной ценностью глубинных интервью. Ну начали. Значит, на что мы опираемся? Каков скелет Job to be Done? Каков скелет интервьюирования? Но прежде всего, если разбить по четырем таким значимым группам вопросов, то это вопросы о ситуации, проблемах и потребностях. То это вопросы, которые идут под блоком потребностей и задачи. То есть почему вдруг человек решил поменять одно решение на другое? Какая ситуация возникла? Что являлось триггером? Что его окружало? Что говорили окружающие? О чем он думал сам? Какого рода проблемы у него возникли? И зачем он решил купить или начать выбирать тот или иной продукт? Вот это все находится в блоке потребностей и задач. Следующий блок – желание и мечты. Желание и мечты – это блок о будущем. Это очень интересный блок, которого раньше не было в старых версиях Job to be Done. И именно с приходом в эту историю Кристенсена и прочих последователей стали задавать проективные вопросы, связанные с будущим. Они мне очень нравятся, потому что они дают массу интересной информации, в том числе для коммуникации, для брендинга, для рекламы. То есть мы спрашиваем, а что если бы? Ну, например, если вы добились результата и купили идеальный товар или купили, выполнили свою поставленную задачу на 100%, что бы с вами было? Какие бы новые возможности вы получили? Как бы поменялось окружение, отношение окружения к вам? Какие бы процессы у вас улучшились? Что бы происходило вокруг? Как бы поменялась ваша жизнь? В чем бы произошло улучшение? Или, в конце концов, чего бы вы избежали? Вот эти истории желания и мечты, они очень полезны нам и для того, чтобы мы еще раз подумали, к чему истинно стремится человек, потому что в блоке потребностей и задач он может говорить иногда социально приемлемые, нормированные вещи, но не всегда правду, но не всегда истинные какие-то свои ощущения. В желаниях и мечтах он раскрепощается и говорит о том, что действительно толкают его к покупке. Тревоги и барьеры. Тревоги и барьеры это те, ну, если желания, мечты и потребности это драйверы к движению по пути к результату, то тревоги и барьеры это ограничения. Это те ограничения, которые человека немного останавливают, тормозят. И эти ограничения могут быть очень разного свойства. С одной стороны, это внутренние ограничения, его тревоги, его беспокойство, его ожидание новой жизни с этим новым продуктом, его ощущение небезопасности, его опасения, которые говорят и включили ему окружение. То есть это его тревоги, опасения. Их называют иногда страхи, но я не очень люблю слово страхи и боли. Это для меня немножко такое грубое слово в «Jabs to be done». Это их опасения. Вот, например, человек покупает бассейн на дачу. Буквально вчера мы об этом разговаривали с одним из наших респондентов. И, конечно же, он чего-то опасается. Он покупает бассейн и думает, а как я его буду обслуживать? А как буду выливать воду? А как вода будет нагреваться? А что будет с моими детьми, если вода будет не очень чистая? Значит, надо покупать еще какие-то системы очищения и так далее. И вот эти все истории – это то, что его немного напрягает, и он по-другому смотрит на тот ассортимент, который есть на рынке. Он уже начинает задавать другие вопросы продавцам. Еще драйверами, вернее, барьерами и ограничением мы называем тот уже негативный опыт, который произошел. То есть человек, уже купив продукт, например, тот же бассейн стоит уже на даче, и уже что-то происходит не так, как хотелось бы. Либо он начинает искать, и в каналах информационных каналах или в точках продаж его не очень удовлетворяют те условия, которые существуют. Например, бассейна нет, сервис находится далеко, информации очень мало, нет никаких на YouTube фильмов, которые показывали, как установить своими руками, не приглашая мастеров, бассейн на своей даче. Нет никаких инструкций толковых. Вот это все те барьеры, которые могут человека тоже тормозить к той идеальной цели, которая есть у него в желаниях и мечтах. Ну и очень интересный блок вопросов – это про альтернативы. Их называют часто конкурентами, заменителями, альтернативами. То есть то, что раньше использовал человек, как некое решение своих проблем, если эти проблемы периодически возникают. Либо то, что он рассматривает сейчас, как некое альтернативное решение, которое возникает. И это, ребята, не всегда прямые конкуренты. Это могут быть конкуренты очень косвенные, находящиеся вообще в других отраслях и сферах. То есть это не, если мы ищем конфеты, это не просто конфеты, это могут быть вообще любого рода продукты, сладкая газированная вода, либо игрушка. То есть это могут быть, если мы ищем альтернативы снотворному, то это может быть бег вечером, это может быть медитативная музыка, это может быть медитация. То есть на самом деле конкуренты, это не всегда прямые с одной и той же технологией продукты. Это могут быть абсолютно потрясающие, удивительные вещи, которых мы не ожидаем. И когда мы спрашиваем у человека про заменители альтернативы, то мы спрашиваем, что было вчера, что он выбирает сегодня как альтернативу, или чем он может заменить, если, например, нашего товара не будет, и каковы плюсы и минусы конкурентных решений, что является очень ценным для нас вопросом, потому что мы из этого делаем массу выводов. Итак, четыре блока, это такой, знаете, скелет Jobs to be Done, потребности, желания и мечты, тревоги и барьеры, заменители. Что Jobs to be Done вообще дает бизнесу? Если мы очень хорошо и давно существуем в интервьюировании, то вы, наверное, замечали для тех людей, кто проводит интервью, что порой очень неожиданные мелочи, какие-то волшебные вопросы дают очень много идей улучшения товара или сервиса. То есть мы, конечно, как исследователи, можем принести некоторые вещи, связанные с тем, что желает потребитель, или что он латентно ожидает, даже если он сам это не осознает. Но чтобы эти идеи перевести в коммерческую часть жизни, то есть их коммерциализировать в виде продукта, компания, безусловно, должна поработать с этими идеями, да, потому что не все идеи можно коммерциализировать в связи с тем, что ограниченные ресурсы у бизнеса или не все идеи подходят, ну, по каким-то другим аспектам. Но сами по себе идеи – это огромное богатство. Второе, что я очень часто наблюдаю, что Jobs to be done помогает, например, лично мне более четко сегментировать целевые рынки, более четко выявлять разные потребительские группы именно по задачам. И, в общем-то, давно уже известно, что сегментация по задачам и целям является самой точной и самой эффективной. Jobs to be done очень много дает и визуальных картинок, когда мы работаем, например, с метафорическими картами, я потом покажу, где можно использовать эту методику, либо когда люди рассказывают про свои мечты или про свои опасения, мы можем более точно сформировать коммуникационное послание, ценностное предложение, то есть более точно позиционировать свой продукт. Распознавание конкурентов. Удивительным образом мы видим, что конкуренты у нас разные, и не только те, которых мы считали конкурентами. Ну и понимание, как вообще строится модель принятия решения, дает нам возможность изменить и цены образования, и каналы продаж, и добавить в ассортимент что-то и так далее. В таких случаях мы используем подход Jobs to be done, с которым сейчас будем еще более подробно разговаривать. У нас два случая. Либо мы хотим с вами изучить историю того, как потребитель впервые нанимает какое-либо решение, либо он переключился на какое-либо решение, используя раньше другое. Но в этом случае, например, он покупает велосипед, он нанимает риелторскую компанию, он покупает квартиру, он покупает путешествия в отпуск, он покупает какой-нибудь продукт образовательный, типа мини-МБМБ или онлайн-курс, или просто мастер-класс он почти зачем-то выбрал. Вот это все можно исследовать, как он выбирает, зачем, что у него скрыто. Но очень важный момент, что он должен быть вовлечен, потому что если у покупателя или потребителя нет вовлеченности, то очень сложно, то есть он нам не очень будет полезен, потому что он немного нам может рассказать. Но и вторая история. Мы можем исследовать тех потребителей, которые регулярно переключаются с продукта на продукт, то есть все время нанимают в разных ситуациях разные решения, причем отдавая себе отчет, зачем они это делают. То есть, например, сегодня вы на каршеринге поехали, завтра такси наняли, послезавтра вы что-то еще взяли. То есть вот такие бесконечные переключения, они тоже могут быть являться продуктом исследования Jobs to be done. Когда мы не используем Jobs to be done, нам не актуально в том случае, если покупатель не вдумывается в процесс принятия решения, делает это на автомате и ничего нам сказать не может, почему он это делает. Либо вот работает по списку, как мы видим с вами, да, как иногда люди покупают продукты питания по списку и не сильно задумываются, зачем они это делают. То есть вот когда, либо когда человек покупает одно и то же на рефлексе, на привычке, то тоже с ним тяжеловато работать, потому что он, в общем-то, ни на один вопрос не дает нам толковой информации. Выборка Jobs to be done не должна быть репрезентативной. Вот эта вот тема Jobs to be done и прочих CGM, и прочих интервью, АПУ, анализ потребительского удовлетворения, и прочие вот эти все интервью, они не всегда репрезентативны, потому что задача Jobs to be done является накапливание идей. То есть мы накапливаем идеи, и нам обычно хватает 10-15 интервью в рамках одного сегмента или рынка. Это придумала не я, это существует давно. Ну вот такой вот порядок цифр 10-15 интервью, про это говорили очень многие аналитики, включая Акера, Зайтмана и так далее, это наша известная группа в области интервьюирования. И на самом деле нерепрезентативная выборка снижает порог входа на рынок исследований, то есть это не очень дорого. Но с другой стороны, быть хорошим интервьюером, это, конечно, очень, я бы так сказала, очень профессионально высокая компетенция и очень ценная для предприятия. Потому что это не сразу нарабатывается, и даже если проведете 10-15 интервью, может не быть гарантии, что вы найдете какие-то толковые идеи, если вы не квалифицированный интервьюер. Поэтому здесь есть немножечко такое напряжение, что если мы берем 10-15 интервью, то мы должны очень хорошо подготовиться и к респондентам, которые будут с нами, к выборке, к квалифицированию и к самим вопросам. Почему выборка не должна быть репрезентативной? Потому что, еще раз повторюсь, мы накапливаем идеи, и потом эти идеи мы можем либо протестировать на количественных методах анализа, например, запустить какое-то тестирование на какую-то репрезентативную уже выборку, либо просто поверить в эти идеи, взять и пустить их в работу, что очень многие компании так и делают. Кого мы опрашиваем? Ну, еще раз повторюсь, что количество опрашиваемых клиентов не очень небольшое, от 5 до 15, что мне, например, очень всегда нравится, потому что мы в достаточно короткий период времени способны увидеть очень большую глубину, как думает потребитель, и как он принимает решения и нанимает продукт. И обычно мы сразу определяем квоты и профиль того респондента, с которым хотим работать. Но прежде всего, кого было бы интересно, с кем было бы интересно поговорить? Конечно, было бы интересно поговорить с клиентами нашей компании. Но клиенты нашей компании, во-первых, сегментированы, скорее всего, они относятся к разным каким-то сегментам, отраслям, каналам. Поэтому в рамках какого-то одного сегмента мы предполагаем проведение от 5 до 15 интервью. Причем самые интересные клиенты – это те, естественно, кто помнит, как он принимал решение о выборе либо товара, либо поставщика, то есть нашей компании. Если люди не помнят или не принимали решения, то лучше с ними не разговаривать. То есть это те, кто помнит. Это новички, которые только что переключились на нас. С ними очень интересно поговорить, потому что они только пришли в нашу компанию, их опыт свежий. Это те, кто снижает объем закупки, перемещая свои заказы в другую компанию. То есть вот этот очень интересный момент, это очень интересные респонденты, почему они решили переключиться. А еще раз повторяю, что именно переключения для нас важны. Почему люди переключаются на что-то другое. Вот это вот как раз очень интересно, почему они переключаются. Нам интересны отказники, которые недавно отказались от работы с нами и перешли на другое, какое-то альтернативное решение. Поэтому новички, отказники, снижающие закупки, и люди, которые помнят, как они выбирали нас, чего они боялись, думали о чем, вот это все наши интересные клиенты. Клиенты прямых конкурентов – это вторая тема, которая нам тоже очень интересна. Именно прямых, то есть это таких же компаний, как мы, производящих такие же товары, примерно с одной и той же технологией, как мы. Клиенты непрямых конкурентов. Давайте возьмем остеопатическую клинику, вы оказываете услуги остеопатии, то непрямые конкуренты, это могут быть фармацевтические средства, то есть вы опрашиваете людей, которые, например, решают эту проблему с помощью таблеток. Либо это могут быть какие-нибудь фитнес-залы, а если, например, вы решаете проблему спины, боли в спине, люди иногда просто ходят в кинезиотерапию, в фитнес-зал, либо к массажистам. Вот как раз это все непрямая конкуренция, то есть это другие решения, которые они используют. Потенциальные потребители. Повторюсь, это не потенциальные клиенты, это потенциальные потребители, то есть это тот сегмент, который еще не потреблял нашу товарную категорию или решения, которые относятся к его потребности. То есть это люди, которые не потребляли никогда, но при этом у них уже есть проблема, и они активно ее пытаются решить. Вот это тоже очень интересный сегмент, с которым можно поработать, пока у них идет стадия такая формирования решения, они еще толком не понимают, куда им податься. Ну и очень интересный, как ни странный сегмент, это лица, которые влияют на потребителей или эксперты, или референтные лица. То есть это окружение, которое может поддавливать и влиять на нашего потребителя. С ними тоже интересно поговорить, потому что они, в общем-то, заинтересованные лица, стейкхолдеры, и они тоже могут нам дать достаточно ценную информацию. Лица, влияющие на потребителей, это могут быть любые лица, которые так или иначе воздействуют на его мнение. В самом интервью мы часто задаем вопрос, а кто еще заинтересован в этом решении? А кто еще принимал участие? В самом интервью с потребителем. И люди рассказывают, например, там моя семья, мои дети, или там моя теща, или там директор по продажам, технологический какой-нибудь человек. То есть вот исходя из вот этих интервью, мы дальше можем попросить проинтервьюировать вот этих лиц, влияющих на потребителей. То есть это уже из интервью мы достаем эти ответы. На самом деле некоторые лица в группе принятия решения могут быть скрыты. То есть от нас, как от поставщиков или производителей. Поэтому, когда мы такие интервью проводим, мы задаем такие углубляющие вопросы, кто может еще влиять на то или иное решение. Если вы продаете программное обеспечение, это могут быть и IT-директор, это может быть и финансовый директор, и генеральный директор, но это могут быть и такие скрытые лица. Например, директор по маркетингу, если он обладает большим статусом и влияет на закупщика. Это может быть какой-то конкретный чел, которого мы не видим, и который как будто бы даже неизвестен нам, ну, по логике, но он проявляется в этих интервью. Поэтому мы прям вот по фамильной или по должности можем из интервью вытащить этих людей. Итак, друзья мои, у нас появляется раз, два, три, четыре, пять разных выборок, пять разных, ну, условно назовем это, сегментов. И вот в рамках этого мы и строим интервью. Безусловно, нам интересно строить интервью внутри, если говорить про первую выборку, то возможно еще разделить клиентов на группы А, Б, С, поговорить с группой А и с группой Б, если они потенциально интересны. Ну, то есть там уже можно какую-то еще классификацию сделать. Ну что, давайте сейчас посмотрим простой кейс. Я на простых буду, в очень простых вещах рассказывать. Job's to be done. Сегодня прям пора газонокосилок, и наши дачи нас всех радуют, да, и, собственно, наверное, многие из нас встречались с историей газонокосилки, и вот мы эту историю сейчас обсудим. Итак, представьте себе ситуацию, что вы приезжаете на дачу только по выходным, работая всю неделю как проклятый. Вы хотите отдохнуть и насладиться красотой ландшафта, но видите неухоженный, заросший газон, и не дай бог еще и с одуванчиками. Вместо отдыха и общения с близкими шашлыков вы весь день должны косить траву, ухаживать за газоном, и это, конечно, для многих проблема. Итак, вы задумывались о новой газонокосилке, хотя у вас какая-то старая газонокосилка, в общем-то, была, но она не была не совсем та, которая вам сейчас нужна, и начали выбирать. Возможно, уже даже серьезно обеспечили себе и бюджет, и желание приобрести эту газонокосилку. Возможно, вы даже ее купили. Поэтому тут вопрос такой, с кем мы разговариваем? Те, кто выбирает или к тебе уже купил и какое-то время уже эксплуатирует. Итак, вопрос. Мы с вами производители газонокосилок. И нам нужно поговорить с клиентами, которые находятся на стадии либо выбора, либо уже приобретения, то есть они уже приобрели и переключились на какое-либо решение. И исходя из этих интервью, подумать, а как улучшить свой продукт и сервис в том числе. И второе, подумать, как позиционировать, возможно, даже по-другому свой продукт. Итак, друзья мои, ваша идея. О чем мы можем спросить этих людей, которых называем респондентами, то есть с которыми мы будем проводить интервью? Пожалуйста, ваша идея. Конкретные вопросы. Про что можем спросить? Здравствуйте. Я бы спросил, что конкретно он в итоге хочет в конце получить. Если это газонокосилка, наверное, он хочет получить все-таки подстриженный газон. И, как правило, одобрение, допустим, жены. То есть он, на самом деле, не хочет стричь газон. Если быть честным. Да, так и есть. Это очень здорово. Еще спасибо огромное. Действительно, есть такие вопросы, и они очень полезны для Джабс Тубидана. Еще какие идеи у кого? Про безопасность что-нибудь. Про безопасность. Про что мы можем спросить? Про безопасность. Вот конкретно как может вопрос звучать? Насколько для вас важна безопасность процесса? Насколько для вас важна безопасность процесса? Окей. Возможно, такой вопрос тоже может попасть в Джабс Тубидан. Что-то связанное с использованием газонокосилки. То есть где вы собираетесь ее хранить? Как ее обслуживать? Нужно ли отдельное помещение для ее хранения? Какие-то спутствующие товары, чтобы держать ее в надлежащем виде? На самом деле, это тоже может войти в Джабс Тубидан. Если это является актуальным для человека, мы уточняем и эти параметры. Спасибо. Здорово. Еще? Ограничения. Какие существуют, допустим, может быть, нет возможности подключиться к электричеству, либо не хотят использовать бензин, то есть какие-то потребительские свойства. Был ли какой-то предыдущий опыт использования? Может быть, то, чего хотелось бы избежать, или наоборот, чего не хватало? И, в принципе, да, всякие там технические характеристики тоже, наверное, надо узнать, то, что он на этом этапе может сформулировать. Допустим, там важна ли мощность, важно ли еще что-то и так далее. В чат есть два комментария. Насколько важна энергоемкость? Какие чувства, мысли и эмоции вызывают нестриженный газон? Мне очень понравились ваши вопросы, особенно, Марина, спасибо, очень хороший набор вопросов только, что вот комментарий дала. Действительно, все эти вопросы могут попасть в Джабс Тубидан. Но мы, когда работаем с людьми, мы действуем, знаете, как бы мы плывем по волнам. То есть вот куда волна идет, туда мы и углубляем вопросы. Поэтому, если некоторые вещи не актуальны для человека, мы их не уточняем специально. Вот поэтому нам нужно найти вот эту актуальную тему, что можно поуглублять, чтобы поточнее разобраться, что для него действительно важно. И мне очень понравились вопросы, которые связаны с ограничениями. Прямо они более общего характера. И там можно поуглублять вопросы, связанные с эмоциями, которые человек получает от стриженного газона. Нет, не от стриженного газона. Это тоже хорошие вопросы. И потом поуглублять их можно. Ну, а теперь давайте посмотрим общую схему, как обычно я ее вижу, делаю. Возможно, это немного отличается от тех схем, с которыми работают другие Джабс Тубиданщики. И в том и красота Джабс Тубидана, что его можно расчищать в разные стороны. Итак, прежде всего, сама логика Джабс Тубидана в том, что если у человека есть проблема, которую мы пытаемся выяснить, а вот это как раз выяснение проблемы и триггеров, что является проблемой, что вдруг случилось с человеком, он стал искать новую газонную косилку, что являлось триггером, то есть последним таким моментом, после которого он вдруг перешел к активным действиям, что его раздражало конкретно в газоне и вообще в том, что происходило на его участке, какие-то эмоции вызывало. Это все у нас в первом блоке, который называется ситуация проблемы-триггеры. А дальше мы предполагаем, что человек будет стремиться к идеалу, то есть у него на этой стадии есть какой-то зарождающийся объем проблем, нерешенных противоречий, потребностей, которые он пока не может удовлетворить, и его задача перейти из точки А в точку Б. Так вот, человек всегда стремится к точке Б. Так вот, нам надо с вами узнать, что такое для него точка Б. Очень важный момент понять наполнение точки Б, а что для него идеальный результат. Другими словами, что по мнению клиента, именно не по вашему мнению, а по мнению клиента, потребителя, должно произойти, чтобы проблема решилась, и он достиг идеального результата. И что для него идеальный результат? Для чего он нанимает товар? Вот эта точка Б для нас очень важная точка, которую мы пытаемся распознать. Она часто называется идеальный результат, но мы эти слова иногда в интервью не произносим, мы просто их держим у себя в голове. То есть нам нужно сформулировать некую задачу, которую мы должны как продукт решить, чтобы он достиг точки Б, своего идеального результата. Поэтому ключевое в джабс-убедане это формулировка задачи, которую должен решить потребитель с помощью того или иного решения, не обязательно газонной косилки. Это может быть любое решение, которое приведет его к идеальному результату. И вот эта задача, это является самым ценным, одним из самых ценных в нашем джабс-убедане. Она формулируется такими фразами, как «я хочу», «я хочу». И дальше мы должны, общаясь с нашим человеком, по результатам интервью, сделать формулировку этой задачи. Или ее называют еще «работой», потому что «джабс-убедан» переводится как «работа, на которую нанимается продукт». То есть или «задача, под которую потребитель нанимает продукт». По-русски мы называем это «задача». Потому что «работа» как немножко не очень понятна. Итак, поэтому информация, которая нам нужна, это прежде всего побольше поговорить про то, зачем он нанимает газонокосилку или другое любое решение, что является для него, назовем это условно идеальным результатом. Когда он поймет, что проблемы решены. Нам очень часто помогает понять эту задачу, именно задачу потребителя, вопросы проективные. Что будет, если задача будет полностью решена? Называется это пир. Последствия идеального результата. Коротко это называем пиром. То есть что будет, если вы достигнете на 150% выполнения своей задачи и достигнете вот этого идеального результата, который ожидаете получить. Что вы получите? Какие новые возможности? Как улучшится ваша жизнь? Как будет относиться к вам окружение? Что вы будете чувствовать? Вот эта вот вещь, которая появилась в обсуждении совсем недавно, вот этот пир, это реально очень хороший довесок, который помогает нам постоянно находиться в контакте, ощущений, чувств, мечт и переходить с этого контакта обратно на задачи. На самом деле мы можем спросить, а как вы поймете, что вы добились идеального результата? То есть это называется метрики. То есть по каким таким показателям вы поймете, что вы на 100% решили свою задачу? Ну, например, если человек пошел в фитнес, то он может понять это по снижению веса, по объему бицепса и так далее, и так далее. То есть это прямо, если у человека есть, то интересно поговорить о его метриках. Что еще мы гоняем в джабс-тубедане? Безусловно, это конкуренты. Что вы использовали до этого? Почему вам это нравилось, не нравилось? Как вы выбирали и сравнивали альтернативные варианты? Вот этот вопрос о тревогах, про который я только что говорила. Чего вы опасаетесь, думая о газонокосилке или вообще о любом из предложенных решений? Есть ли у вас опыт негативного прошлого использования газонокосилки? С чем он связан? Что было не так? Что вас раздражало? От каких привычек придется отказаться? Или, например, что не позволит там достичь результата быстрее? Барьеры. Барьеры – это когда уже человек начал выбирать со стороны либо производителя, либо каналов информационных, либо каналов продаж, либо еще каких-то конкретных сил происходят какие-то ограничения, что-то его тормозит. Например, не было удобно искать информацию, либо инструкция была написана корявым языком, или газонокосилка, которую я приобрел, постоянно там требовала ремонта, а техническая поддержка находилась далеко от моей дачи. Или, например, моя газонокосилка стала жрать очень много там бензина, керосина и так далее. Или бы неудобно было ее хранить. Вот только что вопрос хранения возник. Вот тут вот в барьерах мы вопросы хранения можем тоже увидеть. То есть вопросы связаны с утилизацией, эксплуатацией, покупкой, обслуживанием, лишних затрат и так далее – это все вопрос барьеров. Что было не так? Что не привело к ожидаемому результату? Какие барьеры тормозили нас по пути к идеальному результату? Вот прям барьеры. То есть на всех этапах взаимодействия с продуктом или поставщиком. Включая, что мне было неудобно делать заказ. Девочки не перезвонили, когда я провел платежку со стороны поставщика. И они сказали, что платежка принята. То есть вот какие-то все элементарные маленькие барьерчики, они могут возникнуть. И я очень всегда рекомендую оставить значительное время на обсуждение барьеров на всем цикле движения человека к идеальному результату. Да, Маш? Да, тут есть вопрос от Анастасии. А что делать, если клиент сам не совсем понимает, какого результата ждет или понимает, но сильно в общих чертах? Например, в моей нише ответный вопрос об идеальном результате часто звучит, как «Сделайте, пожалуйста, красивенько. Я графический дизайнер». Отличный вопрос. Спасибо большое. И я хочу сказать такую вещь. Вы удивитесь, но задачу мы формулируем сами. Это артефакт. Артефакт – это находка. Так у нас называется то, что мы делаем сами, как исследователи. Мы задаем кучу косвенных вопросов, и потом сами, как аналитики, формулируем задачи. И вот про это мы сейчас тоже будем говорить, что это является... Ну вот это и есть квалификационная норма интервьюера. То есть так провести интервью, чтобы потом была понятна задача. Люди задачу сами не формулируют. Они могут нам что угодно рассказать, но это может быть только частью задачи. Поэтому мы спрашиваем очень косвенно, и это есть специальные как раз про это вопросы, а потом сами, как артефакт, находим, делаем выводы, что реально нужно человеку, про что он все время говорил, и чего он опасается, и что он хочет получить. Поэтому задача, под которую потребитель нанимает решение, это наш и один из наших выводов. И от Софьи вопрос. Можно, пожалуйста, еще раз разницу между тревогами и барьерами? Барьеры – это те препятствия, которые есть у человека со стороны производителей, со стороны каналов продаж, со стороны информационных каналов, со стороны внешнего мира. Вот человек начал искать велосипед и сказал, что очень мало информации, все магазины одинаково позиционируются, там доставка только через неделю, и тогда это все барьеры. А тревоги – это что внутри меня? Я переживаю за то, что не смогу поменять свою привычку, или научиться, или там мне будет неудобно, или есть опасения, что нужно будет часто менять керосин, или я девушка, у меня своя дача, и я не могу покупать сложных газонокосилок, навороченных, потому что я нифига не понимаю, как с ними потом работать. То есть это про себя, это про свои тревоги, про свои страхи, про свои опасения, а барьеры – это со стороны внешних сил, со стороны процедуры, со стороны процесса, по которому идет клиент, чтобы что-то купить и эксплуатировать. Критерии идеального товара – это последний пункт, который мы можем спросить, чем обладает, какими характеристиками идеальное решение, или идеальный товар, или сами домыслить. А вот теперь смотрите внимательно на эту табличку. Эта табличка и есть «Jabs to be done», но она более погружена уже в вопросы. То есть это ситуация, задачи, последствия идеального результата, то есть что будет с человеком, как улучшится его жизнь, если результат будет полностью выполнен, метрики, конкуренты или альтернативы, тревоги, опасения, барьеры и критерии идеального товара или идеального решения. Вот, собственно, это и есть наше интервью. Уже под эти блоки мы уже создаем определенные конкретные вопросы. Что мы получаем? На самом деле, самым главным, еще одним из самых главных выводов «Jabs to be done» являются критерии идеального товара. Почему? Ну, потому что «Jabs to be done» собственно и нацелен на улучшение товара и сервиса. Я под словом «товар» еще раз повторюсь. Я под словом «товар» понимаю и товар, и услугу, и сервис. Это не только какая-то конкретная товарная единица или продуктовая единица. Это прямо вот и товар, и сервис. Так вот, когда мы понимаем критерии идеального товара, мы можем сделать выводы. Соответствует ли наша конкретная марка, наш товар этим критериям и что можно улучшить? Так вот, критерии идеального товара мы спрашиваем напрямую. Есть прям такой блок, что такое идеальный товар в «Jabs to be done» но большая часть информации собирается из всех блоков. То есть смотрите, стрелочки, которые ведут критерию идеального товара, они собраны отовсюду. Из задачи, которые мы потом формулируем для потребителя, из конкурентных решений, потому что минусы конкурентов и являются критериями, плюсы конкурентов и являются критериями. Тревоги и опасения. Понимая тревоги, мы тоже сами проектируем, что нужно сделать в товаре, и в каналах, и в процедуре, например, продаж, чтобы у человека не было этих, там, или постпродажного обслуживания, чтобы у человека не было этих тревог. Барьеры. Отсюда тоже формируется информация для критериев. ПИР, последствия идеального результата. Отсюда мы тоже делаем выводы про критерии. Метрики тоже про критерии. То есть на самом деле критерии идеального товара, это и есть самый важный аналитический вывод. Именно аналитический нам потребитель сам напрямую может не сказать. Мы это все, это артефакт, мы его достаем из всех блоков, которые потом послушали из интервью. И делаем выводы. Соответствует ли наш товар этим идеальным критериям, и что можно улучшить. Вот это первое, что очень важно в Jump to be Done. Второе. Когда мы сформулировали задачу, которую хочет получить клиент, то понимая по каждому интервью, какие задачи мы получаем, мы можем сегментировать клиентов по задачам. Например, у нас получилось 15 интервью, мы легко можем уже на 15 интервью сформировать гипотезы сегментацией. Понимая ситуацию проблемы и триггеры, мы можем изменить наше позиционирование, закачав позиционирование, ту ситуационную вещь, которую описывал клиент. Либо понимая сезонность, или скажем, где люди с такой ситуацией, или с такими историями обитают, можно поменять каналы позиционирования. Также в позиционировании будет полезно закачать информацию по пире, потому что вот это прямо основа позиционирования, когда мы продаем те ценности, которые дает клиент, клиенту наше решение. И тревоги и опасения мы тоже используем в позиционировании, как некие, знаете, такие отстройки, почему мы лучше других. Конкуренты. Конкуренты и сама информация по конкурентам, помимо того, что все это влияет на критерии идеального результата и задачи, помогают нам отстроиться. То есть мы больше и лучше видим конкурентов уже со слов потребителей, мы понимаем, что было на самом деле, и какие вообще конкуренты существуют, какие у них цены, какие затраты клиент понес в связи с работой с этими конкурентами. Мы понимаем некие еще ценовые пределы. Поэтому вот эти конкуренты-альтернативы дают нам потрясающую информацию про то, как самим отстроиться и как ценообразование улучшить. Поэтому посмотрите, пожалуйста, вот на эту простую карту. Это, ну, я, может быть, карта Джабсу Бидана, что из каждого блока можно достать совершенно клевые выводы. И плюс еще мы можем сделать общие выводы по всем интервью. Шаблон, по которому мы обычно заполняем каждое интервью, он выглядит в виде какой-то вот такой таблички. То есть у нас есть ситуация, последствия идеального результата, как улучшить жизнь. Результат будет достигнуть полностью. Метрики. И это все драйверы. И барьеры привычки, страхи, тревоги, влияние окружения, барьеры продвижения к результату в виде процессных каких-то вещей или со стороны поставщиков. И конкуренты. На основе этого мы делаем как минимум два артефакта. Это критерии идеального решения и это формулировка задачи. То есть это мы сами достаем и как аналитики сами проигрываем и сами формулируем на основании интервью с клиентом. Заметьте, что у нас еще есть потрясающая штука, которая называется ключевые противоречия. Про нее я еще не говорила, сейчас в двух словах скажу. Итак, например, я взяла самый простой пример, чтобы нам быстро из него выйти в разные решения. У нас есть газонокосилка, у нас, вернее так, у нас есть история, у нас еще нет газонокосилки новой и человек хочет изменить жизнь. Задача, которая в результате получается, она может звучать так. Я хочу. Всегда задачи начинаются с двух слов. Я хочу. Что хочет человек? Я хочу, не прилагая больших усилий, иметь аккуратный ухоженный газон и больше времени для отдыха. Вот исходя из его ситуации, исходя из того, как он относился к конкурентам, к альтернативным прошлым решениям, какие у него тревоги, барьеры, мы получили, например, такую задачу. Заметьте, что в этой задаче есть контекст. То есть задача, она показывает, что хочет помимо подстричь газон человек. Вообще говоря, тут слова подстричь газон нет. Он просто хочет иметь аккуратный газон, ухоженный, больше времени для отдыха, не прилагая больших усилий. И это он может сделать очень разными решениями. И газонокосилкой, и наемным рабочим, и Бог знает еще чем. Поэтому задача всегда формулируется не про конкретную товарную категорию, а про конкретное ожидание клиента, что для него идеальный результат. Дальше. Если спросить, ну вот представьте себе, что вы имеете прекрасный газон, не тратите время, не тратите усилий, что даст вам это, как улучшится ваша жизнь. И вот справа мы видим результат пира. Например, у меня будет прекрасное настроение, я буду уже с утра сидеть в бане, а не думать, например, о газоне. Что наконец-то, кстати, вот это моя тема, мысли о даче будут вызывать удовольствие, а не переживания. Для меня всегда дача, это какие-то переживания, где все равно, вот надо сделать это, сделать это, сделать это. И это всегда не негативные какие-то переживания, то есть они не несут, в общем-то, для меня счастье. И поэтому дача потихонечку становится таким инструментом нагрузки в моей жизни. Я имею больше возможности поиграть с детьми, или, например, успешный газон говорит о том, что я успешный человек, или, например, соседи будут завидовать, или, например, у меня прекрасная дача, я могу как гедонист наслаждаться там и наконец-то попить вина, катаясь в гамаке. Это, кстати, моя история. Я очень всегда смотрю на дачу, и первая мысль, когда мы ее покупали, я представила себя в гамаке с бокалом вина. И, собственно, это и толкнуло меня на покупку дачи. Знала бы я, что там есть газон. Никогда бы не купила. Таким образом, пир – это то, что видит человек в качестве улучшения, почему его жизнь улучшится. Метрики – это, может, даже цифровые какие-то вещи. Как я пойму, что результат достигнет? Например, я трачу не более 4 часов 2 раза в месяц на подстрижку газона. Вот, пожалуйста, прекрасная метрика. И я тут не стала описывать конкурентов тревоги и барьера, но в итоге, обсуждая все эти истории, мы получаем критерии идеального товара. На самом деле здесь разговор идет о газонокосилке, потому что у клиента может быть несколько решений, которые укладываются в его задачу. Это может быть, еще раз повторяю, наемный рабочий. Это может быть и какая-то другая тема, и в том числе газонокосилка. Поэтому одно из альтернативных решений газонокосилка мы можем определить с позиции идеальных характеристик. Ну, например, для него большим подошло газонокосилка с высокой маневренностью, большей мощностью, большей легкостью, удобство сбора травы, чтобы не наклоняться. Кто-то об этом говорил, кстати, да, и собирать. Удобство использования при покосе участков разной сложности, повышенные гарантии эксплуатации, удобное техническое обслуживание и простота в использовании. Вот если по убыванию выстроить эти полезности, то они будут выглядеть вот, ну, условно, вот так. Итак, друзья, мы посмотрели с вами, ну, просто некоторые результаты глубинных интервью, конечно, в сокращенном виде, а теперь что с этим делать. На самом деле, чтобы нам сформировать идеи по улучшению продукта, нам нужно подумать вообще, как мыслит покупатель, как он принимает решение о покупке газонокосилки и любых других товаров. Он мыслит на трех уровнях, в трех плоскостях. Прежде всего, выбирая какое-либо решение или товар, он думает о том, а в чем ценность товара конкретно для меня, как он улучшит мою жизнь, как сделает он ее проще, лучше, интереснее и так далее. Второй уровень мышления относится не к жизни, а к конкретному товару. Он смотрит на товар и думает, а какие у товара преимущества, чем он отличается от других и в чем его уникальная полезность для меня. То есть здесь человек уже смотрит не на жизнь, скорее, менее абстрактно, уже конкретно приближаясь к товару и пытается понять, чем этот товар лучше других и в чем эта полезность для него. Третий уровень, он оценивает конкретные физико-технические свойства, органолептические или какие-либо другие свойства товара и говорит, а какими важными физическими, органолептическими, техническими характеристиками обладает товар, можно ли верить тому, что заявляется в преимуществах. То есть вот эти три уровня называются ледеринг. То есть человек, ледеринг это лестница, человек как бы на трех уровнях находится, обсуждая товар. Он говорит, ну ладно, вот газонокосилка, а лучше ли она мою жизнь, решит ли она темой задачи, темой и проблемы, которые у меня есть на даче. В частности, проблема нехватки времени и нехватки сил косить большие участки травы. Второе, а вот эта конкретная газонокосилка чем отличается? Вот какие у нее полезности, которые мне важны именно для этой проблемы? И третье, вот эти полезности, которые являются преимуществами, они чем доказаны? И какие конкретные физические свойства описаны, чтобы я мог поверить? И поэтому третий уровень еще часто называется RTB, резинс тубилы в причины веры. Резинс причины тубилы в веры. То есть это прям конкретные физические свойства, факты, конкретные характеристики. И вот когда мы понимаем, что человек примерно так мыслит, выбирая ту или иную товар, марку, услугу поставщика, мы точно так и формируем нашу логику продажи нашего продукта. То есть, например, мы сейчас взяли с вами то же самое интервью для этого конкретного потребителя и подумали, как можно изменить товар для него. Мы воспользуемся той же самой логикой ледеринга. А почему могут выбрать наш товар? Что такого мы должны в нем изменить, чтобы он был полезнее, чем любые другие товары? Ценностные аспекты. А как наш товар и вот эти наши решения улучшат жизнь потребителя? И RTB, физические свойства. И как мы докажем на конкретных физических свойствах, что наш товар действительно лучше? И вот когда мы работаем в режиме ледеринга, мы делаем более объемной историю и продажи, и производства нашей газонной косилки и, соответственно, позиционирования в дальнейшем, потому что мы видим три грани мышления покупателя. Ну, например, мы знаем, что, поговорив с человеком, есть некое идеальное представление, какая должна быть газонная косилка. Это такая идеальная газонная косилка. И мы видим задачи, под которые эту газонную косилку человек пытается приобрести. Соответственно, если мы с вами производители, то мы должны подумать, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить наш продукт в сторону идеала. Мы берем потенциальные преимущества. Вот это то, что просит клиент. И смотрим, что из этого мы можем улучшить как производитель. У нас есть технический отдел, у нас есть проектанты, у нас есть люди с головой и руками. И мы решили, что мы точно можем усилить маневренность, мощность, удобство использования в припокосе участков разной сложности и дать повышенные гарантии эксплуатации. Вот, собственно, поговорив с нашим народом, проведя мозговые штормы, поговорив с технологами, запустив несколько, скажем, каких-то тестовых режимов, мы решили и сделали вот такое улучшение продукта. А что слева? А слева это те технические вещи, которые мы произвели, чтобы получить такие преимущества. Вот эти РТБ. То есть мы создали особые технологии шарниров. Мы увеличили мощность двигателя до конкретных ватт. Мы изменили высоту скашивания до конкретных миллиметров. Мы защитили перегрузки при уровне тока, там, при таком-то количестве амперов. Мы сделали складную ручку, мы сделали гарантии. То есть вот это факты, которые мы изменили, чтобы нам усилить и создать новый продукт. И практически, видя задачу, не прилагая больших усилий, иметь аккуратный, ухоженный газон и больше времени для отдыха. Это задача покупателя. Мы можем, отталкиваясь от этой задачи и от этих идеальных критериев, подумать и переделать свой продукт, улучшить свой сервис или свой продукт. Вот, собственно, мы с вами сейчас вот эту логику увидели. Вторая часть марвизонского балета это как спозиционировать, как коммуницировать с рынком, чтобы продать этот продукт. Вот мы, предположим, имеем с вами вот такие свойства, вот такие преимущества. У нас большая мощность, у нас лучшая маневренность. И что теперь с этим делать? Ну, его надо просто по-другому сейчас спозиционировать. То есть следующий этап, как мы можем из джабс-тубедана выйти в хорошее, классное позиционирование. Итак, друзья мои, предположим, мы решили спозиционировать продукт. И вот когда мы начинаем его позиционировать, нам нужно еще обязательно услышать и взять из джабс-тубедана ценности. Откуда мы берем ценности? Почему мы не можем обойтись без ценности? Ну, потому что, делая коммуникационные послания, мы работаем на трех уровнях. Еще раз, мы на уровнях ледеринга работаем. Мы продаем полезности продукта, мы продаем физические свойства продукта, которые защищают эти полезности. И обязательно говорим, почему улучшится жизнь клиента. Это уровень ценности. И поэтому, когда мы берем с вами позиционирование, то нам очень будет полезно взять информацию джабс-тубедана о том, как он представляет себе идеальную жизнь, когда результат будет достигнут. Плюс вот эти самые тревоги, опасения, барьеры, которые тоже он нам проговорил. Понятно, что позиционирование может строиться очень по-разному, но я просто самым таким схематичным методом вам показываю, что когда мы строим позиционирование, мы берем всего в преимущество одну, два, три темы, то есть одну, две, три полезности, например, мощность и маневренность. RTB, все, что защищает физические свойства продукта, все, что защищает мощность и маневренность. А в ценностные аспекты мы берем то, что связано с мощностью и маневренностью, потому что нам нужно как раз показать лучшую жизнь нашего продукта, у которого лучшим образом выражена мощность и маневренность. Ну вот, например, мы взяли с вами мощность и маневренность как два ключевых аспекта. Больше обычно мы не берем, значит, разовет голубь у клиента. Ценностных аспектов можно брать от двух до четырех штук, потом в коммуникации мы их будем прогонять и формируем краткую суть. Например, в ситуации, когда я ограничен временем пребывания на даче, выбираю газонокосилку X, мощная маневренная газонокосилка поможет мне всегда иметь аккуратный, ухоженный газон без усилий и потерь времени. Еще раз повторюсь, это суть, это не копирайт, это не готовое решение, это суть, на основании которой мы будем продвигать и писать статьи, писать, делать мудборды, делать разные коммуникации, то есть вот мы просто показываем, в чем будет суть. Ну, слоган связан, как правило, с ценностями, да, мечты об отдыхе становятся реальностью, на даче отдыхать, ну и картинки. То есть на самом деле, Job to be done позволяет нам вытащить не только те параметры, которые можно усилить, создавая проектные решения в компании, но еще и создать очень интересное позиционирование, которое попадает именно в мечты, цели и снижает тревогу, тревогу, напряжение, связанное с нашим продуктом. Я вам пока схематично показала, но в принципе, когда мы начинаем работать, мы используем лейдеринг как один из инструментов полноценного объяснения человеку, почему ему нужно купить нашу газонную косилку. Вот эти все RTB, которые мы здесь записали, они потом могут выйти как клеймы на упаковку, как клеймы в рекламных образах. Да, ну вот все RTB, они всегда уходят как дифференцирующие клеймы, особенно это в простых продуктах, там типа молоко, сметана, сыр, майонез. Это очень важные элементы, потому что клеймов много, они все стандартные, хочется как-то отстроиться в упаковочных решениях. Поэтому клеймы, это всегда вот некие такие дифференцирующие RTB, которые мы создали для того, чтобы усилить продукт и которые дают нам очень много полезности для человека. Вторая тема, и она тоже очень интересная, как мы задачу формулируем. Я сказала, что задачу сам человек может не произнести. И в этом и есть проблема, потому что задачу мы, как аналитики, должны выявить. Это артефакт, это наша находка, это наш результат, который мы получаем, правильно проводя, эффективно проводя джабс-то-би-да. Я вам покажу свой подход. Этим подходом, я не знаю, пользуются ли другие люди, я не видела такого подхода, может быть, кто-то еще и пользуется, может быть, нет, но я работаю через подход теории решения изобретательских задач, его называют еще метод противоречия или подход ТРИС. Мне он очень нравится, потому что он нам дает очень хорошие задачи, всегда очень четко оцифрованные. Значит, итак, как мы формулируем задачи? Мы ищем ключевые противоречия, которые есть у человека, которые не решаются теми обычными способами, которые он использует. Собственно, помните, я говорила, что человек периодически переключается на разные другие решения, если старые его не устраивают. Так вот, почему его старые не устраивают? Да потому что у него появились, накопились противоречия. Вот эти противоречия мы как раз и пытаемся понять и выявить, и потом на основании противоречия мы строим задачи. Ну вот откуда берется теория противоречий? Ну, прежде всего, она берется из той темы, что потребности растут быстрее, чем технические решения. Что когда мы начинаем проектировать новые сервисы, новые услуги, новые продукты, мы чаще всего подразумеваем улучшение тех или иных свойств. Но при этом, улучшая одни свойства, у нас могут ухудшаться другие свойства. И вот это и есть то противоречие, про которое мы все время входим. Например, улучшая свойства газонокосилки, мы можем войти в высокую себестоимость и, соответственно, высокую цену для потребителя. И это противоречие, которое можно порешать. Для поиска решений и улучшений мы всегда берем такой идеальный результат, чтобы люди не имели жертв. Вот сейчас я покажу, что такое жертва. Но представьте себе, маленькая задача чистотехническая, что вы на фуршете и во время фуршета приглашенные едят стоя. В одной руке у них бокал с вином, в другой руке у них тарелка. В таком состоянии очень трудно здороваться. То есть, когда у вас и бокал, и вино, вернее, и бокал, и тарелка с закусками в руках, третьей руки нет. И чтобы вам с кем-то поздороваться, нужно поставить на стол все свои бокалы и тарелки и поздороваться. И вот, пожалуйста, мы видим уже такое неразрешаемое противоречие. И вот мы его попытаемся сейчас нарисовать, а потом я перейду к газонной косилке или к другим видам противоречий. Ну, например, как мы можем разрисовать вот это противоречие и выйти на задачу? Я могу пить и есть, имея в руках тарелку и бокал с вином, но при этом я не имею возможности здороваться. То есть, моя жертва в том, что я не могу тогда здороваться. С другой стороны, если я имею возможность здороваться и держать вилку там и так далее, то у меня не будет возможности одновременно держать тарелку и бокал в руках. То есть, в любом случае, я какие-то жертвы несу. Так вот, идеальная задача это когда у потребителя жертв нет. Понятно, что мы можем не решить это своей газонной косилкой ну или другим продуктом, но мы к этому стремимся и, собственно, поэтому и растем. Итак, если я найду решение для потребителя, который хочет держать и тарелку, и вино и иметь возможность здороваться, тогда я для него буду идеальным товаром. Вот, собственно, вот такой прикольный метод противоречий дает нам возможность понять, что действительно хочет человек. Человек всегда хочет получить вин-вин и то, и другое без жертв. И мы к этому своими товарами и своим позиционированием стремимся. Ну вот теперь давайте посмотрим другие варианты, как формируются задачи. Ну вот, кстати, посмотрите, какое решение технически было принято для того, чтобы решить эту задачу. Видите, как интересно повесить бокал на шею или сделать тарелочку с местом для вина и вот, пожалуйста, вы здороваетесь и закусываете и вилку держите и у вас всегда одна рука свободна. Посмотрим еще один простой пример. Я хочу сказать, что любые примеры, в которых мы работаем с простыми продуктами, они самые на самом деле сложные, потому что очень конкурентные. Ну, например, сыр. Идеальный сыр. Мы поговорили с нашими, например, покупателями и увидели, что у них есть определенные противоречия и проблемы. Например, Джаб Ступидан выдал нам следующее обстоятельство, что когда человек самостоятельно готовит сэндвичи на завтрак или перекус, то очень толсто нарезает сыр, сыр крошится, сэндвичи получаются некрасивыми, сыр очень калорийный продукт и если он такими толстыми кусочками нарезан, то человек, в общем, который следит за своим весом, может переживать за лишние калории и лишний вес. А самостоятельная нарезка сыра более тонкими ломтиками требует определенных оборудования, определенных ножей, что не всегда и времени, кстати говоря, что не всегда есть у человека. Вот такая простая история про сыр и казалось бы, ну что можно сделать? Ну давайте на уровне противоречий. Если посмотреть вот даже на эти обстоятельства, я просто сейчас показываю, как мы к задачам выходим, к задачам потребителя, слушая его, мы ищем противоречия. Первое противоречие. Если он быстро, без усилий готовит сэндвичи, то сэндвичи получаются некрасивыми. А если он хочет получить эстетичные сэндвичи с красивой начинкой, с тонко нарезанной, то ему нужно потратить много времени. Тогда идеальный результат, я хочу, а всегда любые задачи начинаются, я хочу быстро и легко получить на завтрак красивый сэндвич. Заметьте, речь идет не про сыр, а про сэндвич. То есть мы говорим в принципе про то, что хочет человек. Задача не связана с конкретным товаром, она связана с его желанием. Вот это первое противоречие. Второе противоречие. Если я трачу значительные усилия на контроль факторов, влияющих на набор лишнего веса, тогда у меня низкая вероятность набрать лишний вес. Но жертва в том, что я все время должен контролировать. Если я не трачу усилия, то у меня есть высокая вероятность набрать лишний вес. Значит, мой идеальный результат, я хочу готовить завтраки, в которых я не трачу усилия на контроль лишнего веса. То есть вот это вот тот сыр, который он ест, пожирает и переживает, что много калорий наберет. Ну и третье противоречие. Это эти же люди, которые едят сыр, говорят, что я мог отказаться от вкусного, потому что любое вкусное это всегда вероятность набрать лишний вес. А любое невкусное, ну тогда это и полезное. То есть третья задача идеальная, это я хочу готовить то, что идеально для моего организма, но при этом получить удовольствие от вкуса. Вот собственно идеальный результат это там, где человек не имеет жертв. Это в Jobstobidani вот и есть вот этот предмет торга. То есть вы помните, вы мне только что говорили, Марина мне говорила, что человек готов жертву принести, чтобы, или не готов, но приносит, чтобы ему получить какую-то для себя какую-то полезность. задача идеальная в данном случае она разложена на три задачи. Я хочу быстро и легко приготовить на завтрак красивый сэндвич, я хочу без усилий готовить завтраки, которые помогают не набирать лишние килограммы, и я хочу готовить завтраки и получать удовольствие от вкуса и не набирать лишние килограммы. То есть вот три я хочу, которые переходят в общую задачу, и вот он контекст. Я хочу поедать на завтрак красивые вкусные сэндвичи, не переживая за появление лишнего веса и не тратить много времени и большие усилия на приготовление завтрака. Вот так будет звучать задача для нашего сыра просто только потому, что мы послушали человека, увидели, в какие жертвы он входит, что он переживает, что он терпит, и естественно идеальная задача, идеальный результат может быть недостижим, но мы всегда к нему стремимся. Таким образом, задача клиента это набор идеальных решений, исходя из их противоречий, которые мы услышали. Ну и дальше мы уже можем сделать любой лейдеринг, изменить состав продукта, например, нарезать тонкими сланцами сыр, то, что как раз произошло, изменить суть, изменить упаковку, другие добавить клеймы, поменять позиционирование, и вот тут уже пошел процесс такой понаката, на что мы обычно делаем, когда получили такие джабс-туби-дан, мы меняем сам продукт, меняем его коммуникацию и выводим его в новые упаковки. Вот, кстати, самая первая компания, которая работала в джабс-туби-дане в сыром, она вышла первая на идею сланцев, на идею нарезанного сыра и заработала 200 миллионов чистой прибыли за два года на конкурентном рынке с 3400 игроками. Это была просто победа, только потому, что все правильно поговорили с клиентами. Ну и вот перед вами картинки, которые показывают, как вот этот, кстати, сыр нарезанный в виде карандаша, который режется обычными косметическими вот такими вот точилками. Заметьте, это все новые продукты, которые сделаны джабс-туби-дана на уровне противоречий. Вот мы видим орешки, где есть еще один карманчик для шлухи. Да, мы видим хлеб оформленный правильно. Мы видим макароны, которые не выпадывают и не ломаются, потому что они очень хорошо упакованы. Это все сделано после джабс-туби-данов. Да, мы видим снеки, которые можно сделать в виде корзины, раскрыв упаковку. И сама процедура проведения интервью, она у нас строится из восьми пунктов, то есть мы выбираем задачи, определяем сегмент, ставим гипотезы, разрабатываем гайд, ищем представителей, проводим интервью, делаем транскрипцию интервью, потому что мы проводим обычно под диктофонную запись, делаем контент-анализ и формулируем выводы. Сама структура гайда, я ее сейчас не буду комментировать, это отдельная история, все-таки мастер-класс у нас всего на полтора часа, но сама структура гайда по блокам, я вам дала свою структуру, с которой я обычно работаю, эти все гайды состоят из 8-9 блоков, то есть есть вопросы про задачи, метрики, вот прям по всем пунктам, и отдельно еще хочу сказать, то есть прям все вопросы, которые рабочие у нас там я вам напечатала, которые можно как-то тусовать и делать интервью, но вот есть один блок, который я не опубликовала, просто его описала, который мы отдельно изучаем, это блок идеального результата, идеальной жизни, и мы работаем с помощью метафорических карт, это прям отдельная тема, она совершенно шикарно работает как в глубинных интервью, с помощью метафорических карт можно по методу Зайтмана вытащить идеальный результат и опасения, вот будет вам интересно, я вас приглашаю на качественные исследования, где я подробно буду говорить о метафорических картах, в том числе как одном из блоков интервью. Расскажите, пожалуйста, что необходимо учесть при применении этой методологии в B2B, когда внутри клиента есть несколько ЛПРов с разными задачами и потребностями. Мы работаем в B2B, мы работаем с несколькими клиентами, то есть мы работаем с теми, кто в большей степени влияет на решение, это может быть и отдел закупщиков, это может быть и главный инженер или директор по IT, это может быть и сам пользователь этого решения, то есть обычно два-три интервью может проходить в рамках одной компании, и это нормально. Есть еще вопрос, Юлия Вячеславовна, как замотивировать респондента? Мотивация обязательно, потому что по кодексу ИСАМАР, это кодекс запрокачественных исследователей мировой, в котором мы являемся частью этого кодекса, мы обязаны обязательно дарить подарки, либо деньги, либо подарки, поэтому, если это B2C, то можно деньги, а на B2B стоимость наших подарков начинается примерно там с двух тысяч и выше, потому что обычно джабс-тубидан это минут 50 до 90 минут, это бывает, если с проективными методиками, это и полтора часа, это зум, а мы обычно по зуму договариваемся, работаем вот в таком же контакте, как с вами, но чтобы у нас была визуализация под руками, какие-то гидактические материалы и прочее, и это, конечно, стоимость интервью подарком от двух тысяч, я обычно делаю так, я договариваюсь, благодарю, легенду правильную формулирую, что мы очень благодарны вам и обязательно вас вознаградим, и после этого, когда заканчивается, мы либо высылаем по почте, там, курьером или как-то подарок, который, ну, достаточно серьезный для этого, не просто коробка конфет, это хороший подарок, это может быть качественная даже и посуда или какой-то очень приятный сувенир, но обычно люди прагматичные вещи любят, и после этого, как правило, все наши интервьюеры много раз участвуют в наших интервью, потому что после первого подарка они всегда говорят, о, нам очень понравилось, мы готовы, мы поняли, что это не страшно, и это приятно. Кстати, после интервью люди всегда благодарят и как на количество кто-то про нас поговорил. Я визуализатор брендов, то есть я создаю фирменный стиль. Временами бывает очень тяжело вытянуть из клиента его потребность, и вот не совсем понятно, как более адресно мне представлять свои услуги. Две темы, как продать себя, свою услугу, или как сделать услугу для клиента более полезной. Если первое, продать себя, то тогда нужно поговорить про опасения, про барьеры, про негативный опыт этих клиентов, про то, зачем они реально набирают, платят дизайнерам, за что, и как представляют идеальный результат, и с какими конкурентами, альтернативами работали, что им понравилось, не понравилось. Из этого вы четко поймете задачу, и это можно позиционировать, эту задачу, как некая ценность, которую вы продаете. Это вообще вопрос нормальный, он решаемый. А вот второй вопрос, если вы хотите попадать именно точно в задачу клиента, то есть не себя продавать, а именно его задачу решать. Я очень много работаю с рекламными группами, которые делают визуализацию. Я им даю такой продукт, который называется ледеринг бренда, где описаны все вот эти преимущества, RTB, ценности, эмоции, которыми окружается бренд, и требования к фирменному стилю. И вот после этого очень легко делать по этому техническому заданию на самом деле попадающую упаковку или попадающую одежку. То есть на самом деле, чтобы сделать одежку, нужно создать вот это техническое задание, которое основано на платформе или ледеринге. вот то, что я вам рассказывала. Приходите, я как раз про это буду много говорить на качественных исследованиях, как делать бренд после джабсу-бегана. То есть прямо реально делать попадающий бренд, собрав интервью у потребителей.